всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала вы на семейном творческом канале с вами ялюля вышивальщица и сегодня мы с вами поговорим о вязании а точнее я вам расскажу про пряжу вот такую красивую с люрексом и покажу что я из нее вижу свой процесс это турецкая пряжа ализе силный сал 100 граммах 460 метров производитель турция и состав этой пряжи у нас входит 95 процентов акрил и 5 процентов металлика то есть это синтетическая нитка но она очень хорошего качества рекомендует у нас крючок от 1 до тройки спицы 24 пряжа мне это очень понравилось очень понравилось именно как она ложится в моем рисунке я надеюсь что мой процесс который сейчас начала вязать из этой пряжи у меня получится так как я еще только начинающий вязальщик вязальщик скажем так я еще пока не особо умею все это рассчитывать и вязать но но надеюсь что у меня все получится в общем-то пряжа хорошая она достаточно мягенькая и что интересно несмотря на то что здесь есть люрекс она совершенно не колется то есть к телу она очень приятненькая такая и сейчас я вам покажу что же я из нее вижу да кстати номер цвета девочки номер цвета 376 и у нее есть еще это лизешной фирмы есть пряжа также с люрексом ализе сансил мисал которая немножечко там входит состав шерсть я тоже из нее достаточно вязала и там 100 граммах по моему 500 метров либо 460 ну в общем-то где-то так и сейчас вам покажу что я из нее начала себе вязать вот у меня уже первый моточек в принципе заканчивается хочу связать себе кардиган ну такую ажурную кофточку на лето на весну да на осень именно хочу такого легкого и ажурного поэтому выбрал такую тонкую нитку вяжу я в одну нить и вяжу я своим самым любимым рисунком которым я вязала палантин кто смотрит мой канал видел это павлинье перо для меня это самый простой вообще рисунок и очень круто получается так вот воздушненько посмотрите как пряжа блестит она просто шикарная не знаю передает ли камера или нет но вот то что получается я довольна результатом единственное надеюсь что я не ошиблась им в количестве петель вижу я кардиган на основе прямоугольника это самый простой кардиган что может быть то есть вяжется прямоугольник потом он складывается пополам сшивается в области рукава и в принципе можно носить значит здесь я сначала связала сантиметров пять просто вот такой вот лицевой гладью думала что это будет как полочка и не будет заворачиваться краешек но все равно видите краешек заворачивается но в принципе это пряжа очень легко гладиться отпаривается то есть она при отпаривании потом вот будет вот так вот все ровненько и аккуратненько вот такой вот воздушный рисуночек получается вижу я на спицах наверное где-то три с половиной до где-то три три с половиной у меня спица на леске в общем то ничего сложного я у главное вот боюсь что я набрала не так много петель и он получится короткий здесь у меня идет полочка таким образом надеюсь что вам все в принципе видно потому что ну крайне вот что-то как-то я сегодня села не очень удобно для съемок в общем когда он у меня распарится он будет весь вот такой вот воздушный вот видите вот связала я немного еще вязать и вязать мне вот это так я связала но наверное полметра связала не знаю сколько мотков потребуется но когда буду снимать уже готовый результат если мне получится обязательно вам расскажу сколько моточек у меня ушло вот ну в общем то результатом я довольна вот такой у меня процесс надеюсь что у меня все получится и главное чтоб я угадала с количеством набора петель так как шикарный цвет нитки я очень долго подбирала думала взять либо светло-светло-голубой либо вот такой ярко насыщенную бирюзу но остановила свой выбор на вот таком ярком цвете вот такое у меня получилось быстренькое в принципе видео на обзор пряжи турецкая лизы сил миссал пряжа хорошая несмотря на то что здесь акрил с металликом я хочу вам сказать что пряжа мягкая хорошо ложится в вязке хорошо отпаривается хорошо себя ведет при стирке и никаких проблем с этой пряжи у меня пока не было если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал вы были на семейном творческом канале с вами была я люля вышивальщица всем пока пока до новых встреч